всем привет фильтрованные новости из сюрреалистического мира телевидения то есть они нам как бы показывают какой-то свой нереальный мир а мы со своей стороны смотрим из реального мира на них как они там живут итак две новости которые меня зацепили сначала одна которая меня взбесила я как бы выплесну свою отрицательную энергию а потом немножко постепусь это итак мин минпромторг хочет вернуть в российские города ларьки и палатки это если кто помнит вот эти пидорасы я не побоюсь этого слова десятом году приняли закон запрещающий вот этот под постоянный я не побоюсь этого слова пиздеж путина поддержки малого и среднего бизнеса они взяли и просто в нарушении всех законодательств и всех норм запретили торговлю в ларьках и палатках это при том что люди брали кредиты строили стационарные ларьки оплачивали полностью все все вот эти вот законодательные вот эти вот все что заставляли делать там базы базовые вот эти документы везде раздавали взятки оплачивали все все по закону строили как положено потом десятом году взяли и решили все нахер снести разрушили десятки тысяч вот этих малых предприятий десятки разорили прям я не знаю наверное миллионы этих семейств которые кормили вот кормились вот эти вот этими торговлей на улицах в этих ларьках и палатках просто взяли закрыли прошло восемь девять лет они подумали да нахер давай вернем вы понимаете твари что они там делают просто полный беспредел ну полный сначала взяли в нарушении все снесли потом взяли и решили а ладно ребята давайте по новой платите строите залазьте в кредиты путин же сказал поддержку малого и среднего бизнеса это сука десятилетиями это говорит а у нас десятки тысяч предприятий у нас городе этого малого среднего без закрылись нахер не клуб закрылся потому что не вытягивал потому что нету бизнеса никакого потому что надо столько платить туда 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 во все эти налоговые финансы таки я еще закрывал два года просто заплатил непонятно за что они приходили игра не подождите мы тут неправильно посчитали еще 30 тысяч нам за что-то должны они подождите мы еще двадцать восемь тысяч насчитали вы нам должны оплатил нахер только чтобы сука мне не приходили эти письма счастья ну вот это просто за живое меня за дело десятки тысяч просто оказались на улице в нищете и в долгах причем мало того они заставляли лакете сносить за свой счет то что они оплачивали за свои деньги забрали кредиты и строили они заставляли убирать за свой счет а если не убирают они брали с этого с администрации и накладывали штрафы потому что вот у нас здесь я помню один ларек снесли и там фундамент прям реальный такой фундамент для того чтобы его снести нужно было заплатить что-то там чуть ли не 100 тысяч чтобы его срубить и вывести ну естественно у человека не было денег его разорили его выгнали его заставили снести этот ларек они снесли вот этот фундамент заставили теперь теперь на нем висят эти долги там что-то порядка 100 тысяч ну вот а теперь более позитивная такая смешная новость вчера вечерний мурганте значит иван дурган пригласил значит режиссера и главное героя фильма завод не подписчики скидывали говорят а вот что как вы относитесь к этому фильму посмотрите я говорю не буду это смотреть я посмотрел трейлер это чернуха это негатив мне в жизни хватило этого негатива я не хочу больше смотреть на эту блевотину вот вот он хороший фильм снял дурак да дурак такой же негатив это одно и сплошной негатив безысходицы просто чернуха я не хочу этого смотреть а здесь приглашают этих двух прям мужиков и причем значит иван урган я конечно понимаю он тонкости бьет ну я не думаю что дети которые смотрят там 12 14 15 17 лет поняли стёпл значит смысл в чем он говорит по понедельникам его передачи иван орган будем теперь показывать типа мужскую передачу показывает настоящих мужиков его показывают главного героя и главного режиссера и режиссера этого фильма и вот типа настоящие мужики и начинают спрашивать у настоящих мужиков что вы боитесь что вы любите настоящие мужики боятся молоко с пенкой боятся паутину боятся змей один даже служил в армии правда в театре советской армии вот это представление я наверное я надеюсь что урган стебался который память как всегда не вовремя закончилась у айпада так вот я надеюсь что конечно ну орган то он умница конечно но я думаю что я надеюсь что он стебет что он троллит но молодежь то этого не поймет молодежь то воспринимает так как должное что реальный мужик должен выглядеть именно так так как вот герои вот эти вот вот этих фильмов но это же актеры и как бы они то на них смотрят и понимают что вот такой мужик должен быть как епифанцы сука я занят а он-то у юбок на самом деле этот епифанцы они смотрят на него подписывайтесь на этого клоуна посмотрите дауна вот этого сука который в жизни реальный даун зажравшийся они смотрят на него смотрят вот на этих актеров сранок из сериала вот вот смотрите надо на них подписываться и надо на них походить в общем ценности смещены все перевернуто с ног на голову и как выглядит нормальный мужик никто давно уже не понимает тем пока были такие печальные фильтрованные новости печальный на раз сука потому что у меня пневмония мне так хреново уже неделю я просто болею всем пока а